Оазис Медиа Я буду читать то, что читается всеми мессианскими евреями, в это время и вообще всеми евреями, недельная глава, которая называется Тазрия и Метсура. И они записаны в книге Левит, 12-13 главы, и общее описание этих вещей, это первое об очищении женщин после рождения мальчика, после рождения девочки, 40 дней, 60 дней. Эту тему я касаться не буду, а хочу поговорить больше о той части, которая говорит Метсура, и это с иврита обозначает проказа, или переводится в русской библии, точнее, проказа. И знаете, 13 глава книги Левит, немножко такая, тяжело ее читать, здесь начинаешь читать и ощущение, что попал в какой-то диспансер или больницу кожных заболеваний, и возникает много разных неприятных ощущений. Но на самом деле, в этой главе есть очень много интересных идей. Если мы используем еврейскую схему изучения священных писаний, которая называется Пардес, именно Пшат, Ремес, Драш, Сот, то мы можем нырнуть и видеть много интересных вещей. И вот о них я хочу поговорить, и начнем первый урок, поговорим немножко о священних, или точнее о детях Аарона, или вообще о величии или премудрости Коэна, Коэн, сына Аарона или семейства Аарона. И сказал Господь Моше и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лиша, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказа, должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сынов его священников. То есть мы видим, что Моше передает Аарону, или он присутствует вместе с Аароном, и их обоих обучает Господь непосредственно, практика, то есть священство это не только какая-то молитва, это нужно нырнуть. Здесь мы видим, как бы, вот Коэны, они по сути врачи. Вы знаете, кожные заболевания это такая сложная штука, даже до сегодняшнего дня есть много кожных вещей, которые с трудом лечатся. Многие ищут лечение в Израиле, приезжают на Мертвое море, или ищут лечение у израильских спецов, но просто я слышу от разных людей, в кожные заболевания, такой область, которая до сегодняшнего дня имеет массу проблем с этим живут, но живут и мучаются. И вот мы читаем про Аарона и его сыны, они становятся, должны быть спецами. Если мы прочитаем всю эту главу, мы видим, что это было, по всей видимости, какая-то обучающая практика, чтобы они поняли всю суть. Но я сейчас не о врачебных вещах, про них мы поговорим чуть-чуть другое. Я хочу немножко проговорить про Аарона, про первосвященство, про саму позицию этих людей, которые были очень специфическими людьми посреди Израиля. Во-первых, когда Аарон был призван, и это произошло при участии Моше, и потом его сыновья занимают его место, то здесь как бы нет больших сложностей и проблем, потому что от отца передается сыну. Но потом, когда семья Аарона разрослась и избирали первосвященника, понятно, было какое-то как бы престолонаследство, но все равно, чтобы избрать первосвященника, это нужно было выбрать человека особенного. И, вы знаете, много книг околобиблейских, исторических или толкования не рассказывают, что когда избирали первосвященника, смотрели, чтобы это был человек здоровый, красивый и обязательно очень умный. Очень, очень и очень умный. Мы не знаем, насколько это точно, но есть такое предположение, что этот человек должен был знать 70 языков. Потом уже, когда в среде Израиля появился такой духовный руководящий орган, как Сангедрин, Синедрион по-русски, то президент этого Синедриона тоже должен был как бы выбираться с позиции человека очень высокого знания, который как бы вот ставилась ему норма 70 языков. Ну, вы с ума сойти, ужас! Тут 2-3 языка тяжело осилить. 70 языков! То есть, интеллектуал, какой-то особенный человек, какая-то особенная личность. И, вы знаете, я уверен, что это было не только образование, это люди были, которые даровиты. Дар не всегда работает как образование. Дар это когда что-то внутри тебя раскрывает сам Господь. Вот, допустим, вот мы читаем про Соломона, который был совершенно из другого колена, он был из колена Иудина. Но про Соломона написано, что был человек необычайно мудрый. И после него не было никого. Только в Новом Завете мы читаем, когда Ешо дискуссирует с разными людьми, которые закидывают его вопросами. И также ученики вокруг него сидят. Ешо говорит, вот приходила царица Савская. И другие очень мудрые люди вдохновиться и послушать от мудрости Соломона. А здесь перед вами более мудрый. То есть, Ешо дает им намек, что он мудрее Соломона. Соломон. Когда мы читаем в священных писаниях про Соломона, про тот дар, который дал ему Господь. Написано, он описывал деревья, описывал мох, описывал разные вещи. Вы знаете, сомневаюсь, что в те времена у них была технологическая возможность исследовать это все на уровне, как мог Соломон это знать. Но наверняка сие был дар. Просто дар, который Господь просто раскрыл внутри. Вы знаете, если вы видите некоторые современные письма, фильмы, прошу прощения, то вы можете в этих фильмах видеть очень интересную... Режиссеры часто вдохновлены, я вижу, иногда не сверху, но иногда сверху. И когда они вдохновляются сверху, они покажут, как какой-то человек вдруг начинает смотреть на что-то, и как бы письмена перед ним появляются. Вы знаете, дар, дар, по всей видимости, работал подобным образом. То есть Соломон, он как бы подходил к вещи, и он понимал, он держал ее в руке, и он как бы понимал, вау, как она работает. Как она... То есть я почему рассказываю про Соломона? Потому что, по всей видимости, вот эти вот из сыновей Аароновых, избираемые первосвященники, были вот такого масштаба люди, которые были не только ужасно образованы, но были невероятно даровиты. Дар, который от Господа внутрь проникает и дает человеку видеть вещи, которые для реального разума просто недоступны. Мне как-то попалось свидетельство одного физика, который прошел клиническую смерть. И я продолжаю рассказывать, чтобы намекнуть, как дар раскрывается. И этот физик рассказывает свой посмертный опыт, что вот он умер, и он летел по туннелю. Это многие писали. И вот на каком-то этапе этот физик вдруг говорит, я вдруг хотел... Пришла мысль такая, могу ли я управлять своим движением вот этим вот по этому туннелю. Я немножко с улыбкой говорю, потому что все эти вещи сложно проверить. Но опять-таки, моя цель описать дар, как работает дар. И он говорит, и я почувствовал, что мое тело двигается... Не тело, а моя душа двигается в одну сторону, в другую, куда я хочу. И вдруг я вспоминаю... Это в свидетельстве своем он пишет. Про старый заброшенный в сарае телевизор, который не могли никто починить, не могли найти проблемы. Когда я только о нем думаю, я вдруг понимаю, в чем была поломка. Я вдруг вижу ту поломанную деталь, и знаю не только, кто ее изготовил, но из каких минералов, из каких элементов оно состоит, откуда эти элементы добывались. Почему я рассказываю это? Наше тело, наша среда обитания, они являются капсулой, которая, с одной стороны, дает нам жить на этой земле, и нужно жить и любить жизнь, но, с другой стороны, то внутреннее, которое раскрывает Господь, оно может быть сокрыто. Дар, когда он начинает работать, то у тебя вдруг раскрывается что-то. Раскрывается внутри, и ты, не учась, вдруг начинаешь понимать какие-то невероятные вещи. Вот эти вот великие первосвященники, которые вдруг становились знатоками по кожным заболеваниям, без того, чтобы какие-то приборы, микроскопы, лабораторные исследования, они вдруг знали и могли диагностировать. Позднее другие люди, типа Соломона, типа других царей или пророков, получали подобный дар. Но, как я уже заметил, тот, за кем мы идем, Машех Ешио, Сын Божий, про которого Новый Завет говорил, он говорит, Новый Завет про него, что сей больше Соломона. То есть, вот одна из таких мыслей, когда пришла ко мне, когда я читал это место. Но, сейчас продолжаем эту тему развивать. Интересно, что в послании к евреям говорится, что, несмотря на то, что вот эти вот дети Аарона, первосвященники, были настолько мудрые и настолько великолепны, одарены, даже они имели немощи. И когда они раз в год входили в то, чтобы заколать Йом-Кипуровскую жертву, должны были принести ее вначале за себя, чтобы очиститься. Опять-таки, про нашего первосвященника, который является Когена Гадоль, великий первосвященник в небесной скине, и сказано очень четко, что сей не имел нужды, чтобы за себя заколать жертву, потому что был совершенен. И он совершенный, совершенную жертву, опять-таки, самого себя принес Господу Богу за нас, чтобы мы были искуплены, избавлены, очищены. Вот эти мысли мне приходят, когда я изучаю вот эту вот странную недельную главу, связанную с распределением каких-то кожных заболеваний, которые могли возникать на теле у человека. Еще одна мысль, и эта мысль очень часто трактуется. Здесь написано, когда у кого-то появится опухоль, осмотрит ее священник, и в русском языке она называна проказа. В иврите она звучит как мецура, и очень важно заметить, что мецура это не совсем та проказа, которая часто переводится в латыни и звучит как лепра. Это другая болезнь. И еврейские источники говорят, что эта болезнь, это не было что-то заразное, что возникало на теле человека, потому что он пообщался с кем-то зараженным. Но, как говорят еврейские толкователи, мецура, или вот это поражение кожи, оно было следствием злого языка, когда человек раз, два, и много-много раз начинал злословить на другого человека. Сегодня очень многие люди легко относятся к словам. Вы знаете, когда я смотрю, как политические какие-то выборы проходят, и когда эта страна демократическая, и одна партия, другая, третья, пятая, друг на друга, говорят все, что угодно, а потом как будто все забылось. Люди вообще сегодня привыкли бросать слова легко и на ветер. В те былые дни, когда какое-то особенное присутствие Божие посреди Божьего народа было в другой конститенции, мы видим, что так просто это не сходило. И когда человек занимался злоязычием, лжесвидетельством, или сплетнями, вдруг на его теле вскакивало что-то, и это было видно со стороны, и он страдал от этого, шел к доктору, то есть первосвященнику, или к священнику, кому-то из Когенов, из семейства Аарона, и они осматривали его и говорили, Мецура, это проблема у тебя, друг, с языком, это ты согрешил, и написано, и священник должен был поставить этого прокаженного человека из Мецурой, с этой болезнью специфической, в изолятор на семь дней, то есть отделить от стана, чтобы он не заразил других, но мы уже сказали минуту назад, что это не была заразная болезнь. Для чего нужно было отделить человека? Смысл этого, чтобы когда ты отделен от Кагаля, от общения, ты мог начать подумывать сам в себе, что же ты наделал? Может быть не надо так языком молоть? Может быть это глупо? Или даже больше, чем глупо, это греховно? И человек каялся. И он приходил к человеку, к священнику, тот проверял его еще раз, и говорил, окей, мы видим улучшение. Все эти вещи были настолько видимы, потому что проходили посреди. Вдруг человек заболел, вдруг он исчез, значит, его отделили. Он должен покаяться, он должен очиститься. В наши дни, как я уже только что сказал, люди позволяют себе говорить все, что угодно. И очень часто это все легко сходит им с рук, но мы читаем в Новом Завете в послании Иакова, он очень четко говорит про язык. Язык, огонь, прикраса неправды. Язык укротить никто из людей не может. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Все-таки есть проблема. Язык. Язык. И вы знаете, может быть, сегодня Бог не наказывает Митсурою людей, но если мы верующие люди, мы должны очень внимательно быть с нашим языком, потому что, может быть, наше тело и остается чистым. Но когда мы приходим на молитву к Творцу, молиться-то мы не можем, потому что внутри что-то закрытое. Здесь срабатывает другая вещь, про которую Иешуа сказал в Евангелии от Матфея в пятой главе написано «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику» с 23 стиха я читаю, «И там вспомни, что брат твой имеет что-то против тебя, остав там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде помирись с братом твоим, и тогда приди принеси дар твой, мери с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути к судье». То есть здесь есть очень четкое указание, что наше покаяние, когда мы против кого-то говорим чего-то, и потом вдруг чувствуем, что закрылось для нас, и мы вроде наши глаза к небу поднимаем, как бы смотрим вверх, но не слышим ответа. Нам нужно попросить прощения не только у Творца, но и у того ближнего, которого мы обидели, чтобы не было для нас закрыто небо. Итак, Митсура, проказа в том случае, которое, или поражение тела физическое, в нашем случае это больше связано с вещами внутренними, духовными. Многие говорят, я молился, я раньше чувствовал, что Господь говорит со мной. Взвесь свое сердце, попроси Господа, чтобы Он просветил тебя, и, возможно, тебе нужно просто перед Ним покаяться и пойти к человеку и примириться с кем ты поссорился, может быть, проклял. Как мы говорим, как мы говорим, кому мы говорим, какие вещи мы выплескиваем. Я должен сказать, что никто из нас не совершенен, мы все живем не в черно-белом мире. Этот мир очень многокрасен, иногда самый совершенный, спокойный человек вдруг выводится из терпения, его вдруг прорывает, значит, восстановись, значит, попроси прощения у двух, у Творца, у человека, и смотри за своим языком, знай, что ты говоришь. Но я опять возвращаюсь к недельному чтению Метсура, и здесь почти 60 стихов в этой главе, 59, и здесь рассказывается, как священник должен проверить, а может быть это не Метсура, может быть это настоящая проказа, может быть это язва какая-то, или лишай, как с этим поступить. Опять мы видим вещи врачебного характера, и мы знаем, даже по сегодняшнему уровню медицины, что не всегда был ответ, не всегда была возможность исцелиться, и люди не умирали, но жили с пониженным качеством жизни, потому что когда чего-то у тебя болит на теле, и ты с этим ничего сделать не можешь, и вдруг Новый Завет рассказывает нам интересные вещи. Ишуа ходит среди людей, и он исцеляет их, и мы знаем, что в еврейской среде всегда была как бы таблица показателей сей есть Машиах, или сей не есть Машиах, и один из элементов, которые подтверждали мессианские позиции или мощь того или иного человека, в данном случае Ишуа, разумеется, единственного Хама Шиеха, он мог исцелять прокаженных людей. И очень интересно, что когда он исцелял их, то он обычно не говорил им, вот тебе моя визитная карточка, и когда ты встретишь своих братьев, которые тоже поражены проказой, пойди, вот дай им, пускай, нет, он говорил, никому не говори про меня, но пойди покажи священнику по закону Моше, чтобы диагностировали тебя, ведь они спецы, пусть диагностируют. Я думаю, что в тот момент была такая ситуация, когда масса людей вдруг начали приходить к священникам и показывать свои раны, и у них уже была выписка врачебная, священническая, что это не исцельно, это не мецура даже, то, что нужно покаяться и очиститься. Здесь что-то другого плана, это лишай или настоящая проказа, или какое-то поражение кожное, и вдруг они чисты. Кто вас исцелил? И хоть он, тот целитель сказал, не говорите, на каком-то этапе стало понятно кто, и люди стали признаваться, это тот молодой раби из Назарета, с ним небольшая группа ходит, без вида, без величия, но вот он делает такие вещи. Когда мы потом, уже после смерти и воскресения Ишуа из мертвых, вознесение его на небеса, когда ученики уже начали свидетельствовать и служить Господу Богу во имя Ишуа, мы читаем в Деяниях апостолов в 6 главе, 7 стихе, и многие из священников в это время покорились вере. Почему так интересно говорит Писание именно в этот момент? Знаете, люди, которые призваны на служение постоянное, ну, скажем так, профессиональное служение, священники, равены, пастора, ты не можешь здесь быть слишком, я сутрирую, духовным человеком, точнее, очень уж поддающимся на всякие чудеса и знамения, потому что тебя могут забросать разные люди разными вещами, вот со мной это случилось, мне это виделось, мне это привиделось, ты должен рассуждать, и очень часто тех, по крайней мере, профессиональных священников, кого встречаю я, это очень рациональные люди, священники, которые проходили практику, как диагностировать болезни, это были рациональные люди, они не верили, о, я уже исцелен, оно, исцеление проявится через неделю, через три недели, нет, 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 они были людьми, которые диагностировали только то, что сейчас, и они говорили, эти вещи просто так не могут происходить, точно кто-то особенный, кто-то особенный исцеляет этих людей, Иешуа, Амашиях, И вот главы, которые рассказывают про язвы, про отделение общности, про грех языка, мы опять и опять возвращаемся к величию того, в кого мы уверовали, благодаря милости Творца, благодаря тому, что Творец привел нас к познанию своего Сына и позволил нам исполнить наряду с целым рядом других митсвот одну важнейшую митсву заповедь, пойти за тем, который больше, чем Муше, больше, чем Пророк, больше, потому что сам Творец послал его, пойти за ним, чтобы обрести покой нашим душам. Мы сейчас находимся после пасхальный период, когда по еврейской традиции поднимают Омер, сноб благодаря Бога за дарование новых и новых плодов, дойдя Баизра Ташем с Божьей помощью до дня Шевуот, день, когда был Дана Тора и когда был излит Святой Дух и то, что родилось, родилось Киелат Маши, Киелат Иешуа, общность людей из среды Израиля, которые оказались более просвещенными. В это время нам очень важно смотреть на Мессию и видеть кто Он, какая глубина в Нем сокрыта премудрости, дарования, святости, совершенства и написано смотрите на Него, который есть образец всему. Он есть ходатайствующий за вас, чтобы вы не ослабели в вере, но получали благословение в свою жизнь. Желаю вам благословений в вашу жизнь. Пусть Бог хранит всех нас, Израиль, всех людей по всему миру и открывает им свет в лице Ишуа Амашеха. Будьте благословены, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok